Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. С началом июля температура воздуха немного опустилась. У рыб закончился после нерестовый жор, и они начинают вести свой обычный образ жизни. Водоемок достаточно водной растительности, которая является основным рационом для большинства видов рыб. Рыболовам придется подстраиваться к переменам и проявлять максимальное мастерство. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле толстолоба, карпа и чихони. Но обо всем по порядку. Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду, которая прервется в среду и пятницу дождями, местами сильными. Температура воздуха будет держаться от плюс 22 до плюс 30 градусов днем и от плюс 15 до 23 ночью. Атмосферное давление понизится в середине недели до 740 мм штутного столба, а к ее концу приблизится к норме. После нереста и последующего жора предсказать клев рыбы становится все сложнее, поэтому советуем чаще заглядывать в лунный календарь. Клев будет зависеть от погодных условий, и если погода стабильно держится на протяжении трех дней, то решающим фактором станет фаза луны. На этой неделе ожидается убывающая луна, а в это время обычно наблюдается наибольшая активность рыбы. Толстолоба можно найти в местах водоема с иллистым дном и мягкой растительностью. На глубине около 4 метров. Эта рыба не очень любит летнее солнце, поэтому большинство времени проводит на глубине. К берегу подплывают только в утренние и вечерние часы, где и предпочитает кормиться. Ловят его на донку или поплавок. Удилище должно быть предельно прочным, так как рыба не маленькая. Для основной лески берут шнуры с сечением до 0,35 мм, для поводка немного тоньше. Поводки для донки берут разной длины, от 7 до 20 см. Приловлено-поплавочные снасти берут поплавки грузоподъемностью от 50 грамм. Карп также любит прохладу, поэтому днем часто располагается у родников, в бровках, ямах или камышнике, на месте со слабым течением или без него, с обилием водной растительности. В прохладное время суток он выбирается из своих укрытий на кормежку. Лучшими днями для его ловли станут среда и пятница, ведь активнее всего карп клюет именно в дождливую погоду, без резких скачков температуры. Поплавочное удилище должно быть крепким и длинным при ловле с берега, а также обладать катушкой и пропускными кольцами. Леску берут от 0,25 до 0,4 мм сечением, желательно плетеную. Из насадок обычно берут червя, горох, картофель, кукурузу или хлеб. Особую популярность в июле приобретают бойлы. В качестве прикормки обычно берут ту же кукурузу, горох или пшеницу, уплотняя ее в зависимости от силы течения почвой со дна водоема. Чихонь же лучше всего будет ловиться перед дождем и после него. Во время осадков клев почти пропадает. Найти ее можно будет на глубоких реках с быстрым течением. Там она держится границ течений, на небольших песчаных косах и у выходов из ям. Днем она часто выбирается на поверхность, а ночь проводит практически у самого дна. Ловят ее на донки, в том числе с резиновым амортизатором, а также на поплавок. При ловле поплавочной удочкой понадобится легкое удилище длиной до 7 метров, желательно оснащенное катушкой и пропускными кольцами. Леску берут с течением до 0,2 мм, а поводки до 0,1 мм. Подведем итог. Рыбалка в июле во многом зависит от погодных условий. И эта неделя не станет исключением. Толстолоб будет держаться в местах водоема с богатой водной растительностью и выходить на кормежку в вечерние и утренние часы. Ловим на поплавок или донку, на кукурузу или горох. Карп будет проявлять активность в дождливую погоду. Его можно будет найти на ямах, коряжниках и камышниках. Его также ловим на поплавок или донку, а в качестве насадки используем червя, кукурузу или бойлы. Чехонь лучше всего ловить днем на границах сечений. Ловим на поплавок или фидер. В качестве насадки используем малька, кукурузу или опарыша. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин